Около ста исковых заявлений подано в суд правовым управлением Каспийска с начала года. В январе 2022-го ведомство заменило собой юридический отдел администрации. Инициатива нового руководителя была поддержана главой города Борисом Гонцовым и несла ряд весомых преимуществ и прерогатив, что со временем должны укрепить правовое поле Каспийска. Нагрузка достаточно очень большая была. Плюс количество рассматриваемых судебных дел. Практически на одного специалиста приходилось порядка по 15-20 дел. Ввиду этого было принято решение создать правовое управление, увеличить штаты этим самым способом и уже, соответственно, распределить нагрузку. На сегодняшний день в правовом управлении города работает 10 специалистов. За первый квартал ведомством уже подано в суд около ста исковых заявлений, 70% из которых уже рассмотрены и удовлетворены. Из части поданных нами заявлений, если брать в процентном соотношении, это где-то порядка 70% удовлетворены. Ну, за три месяца мы практически выполнили работу полугодовую, даже если не больше. В принципе, с данной нагрузкой мы сейчас как бы уже справляемся. Но количество дел, конечно, не уменьшается, они периодически с каждым разом только увеличиваются. Как таковых пока сложностей нет. Ведомство осуществляет правовое обеспечение городской администрации, дает правовую экспертизу муниципально-правовым актам, проводит консультирование муниципальных служащих, а также населения. Обратиться за бесплатной консультацией юриста может любой коспичанин. Мы всегда рады помочь, проконсультировать по тем или иным вопросам. Если есть какие-то проблемы у них, если, допустим, они не могут, допустим, нанять юриста, или там как-то какие-то вопросы возникают, всегда можем помочь. Но у нас есть график приема граждан. В принципе, они могут записаться на прием в определенные часы, в определенные дни, в течение которого мы можем их принять и проконсультировать, соответственно. За плечами Гамзата Халилова более 20 лет службы в правоохранительных органах и несколько лет частной юридической практики. Отныне квалификации и стаж работы станут тем подспорьем, опираясь на которое ведомство сможет обеспечить качественное решение вопросов местного значения, заключил руководитель. В декабре прошлого года возглавив юридический отдел, я заметил определенные слабые места, а именно отсутствие надлежащего опыта работы в данной деятельности, очень большую нагрузку на сотрудников отдела. В этой связи пришлось прибегнуть к реформации отдела, потому что квалификация и стаж работы – это то, благодаря чему мы планируем поставить на рельсе правовую деятельность в нашем городе, что приведет к более качественному решению вопросов местного значения, отнесенных к ведению нашего управления.